А если вы, то ли вы женские? Значит, вам повезло. Если у вас женский коллектив, я вам сейчас скажу несколько правил, которые должны в нем работать. Первое правило. Вы должны всегда устанавливать, прописывать законы женщинам. Все должно быть полностью описано. Никаких не должно быть неописанных и незнакомых ситуаций. Потому что в незнакомой ситуации женщина всегда права, а вы не правы. Первое правило. Второе правило. Надо прописать такие правила, которые всем женщинам понравятся. Перечисляю факторы. Первый фактор. На работе можно перекусывать хотя бы чуть-чуть. Второй фактор. Можно чуть-чуть в трое ля делать. И третий фактор. Чуть-чуть пораньше уходить с работы. Все. Когда вы эти три фактора имеете в бусаве, и все прописано, нужен еще. Нужно еще третье правило. Третье правило такое. Никаких вариантов, исключений не должно быть. Если будет маленькое исключение для одной, они или вас порвут, или друг друга. И еще одно правило. Негласное такое. Если вы увидели, что есть женщина-лидер, которая постоянно капризничает, и ей все не нравится, вы гоняете с работы. Иначе она вам разрушит весь коллектив. Все. Очень просто все. Как негодяй. Да. Ну вот именно в женском теле он абсолютно разрушитель. То есть с ним ничего не сделаешь вообще с таким человеком. Потому что она это делает неосознанно. У нее нет идеологии никакой. Она просто устает на работе, ей тяжело работать, и она капризничает. Но в этом капризе она объединяет всех, кто капризничает вокруг себя, и в результате создается хаос. Потому что такие женщины, они первое, что делают, они не доверяют руководителю. Просто не доверяют. И не подчиняются эмоциональными. Потому что женщины подчиняются всегда эмоционально. Или не подчиняются эмоционально. Если порядок очень строгий в коллективе женском, строгий порядок, все прописано, и много поблажек уже прописано. И мы всегда поздравляем с днем рождения. И всегда по теплу мы относимся с тем, что происходит. И женщина поощряет, как бы, в каких-то трудностях женских. Тогда, если кто-то начинает вякать, то сразу это все опять заново собирается в женский коллектив, и им все это рассказывается. Ну что у нас не так? Посмотрите, а мы это, и это, и это сделаем. И они сразу в глаза, и начинают опять уважать лидера. Когда они уважают, они успокаиваются. Но если в женском коллективе хватит тоже женщина, а все эти же правила? Да. Но еще строже. Ни одну женщину нельзя подпускать всем близко. Иначе вашему руководству будет капец. Ни одна девушка, женщина в этом коллективе не должна быть вашей подружкой. Если одна стала подружкой, через нее будет подсознательно разрушаться все руководство. Она будет этим лидером? Нет, она не будет этим лидером. Просто к ней будут подвизываться, и через нее будут требовать уступа к себе. Ну, науквалите, да? Да. Через нее начнется лазейка, которой вы замучаетесь просто решать эти вопросы. А вот раньше уходить, а позже приходить? Даже или даже там? Нет, позже приходить не надо разрешать. Раньше уходить можно, позже приходить не надо разрешать. А что же раньше уходить они туда все будут? Надо у нас, надо прописать на сколько точно. Они будут все равно уходить еще чуть пораньше. Понимаете, на санскрите слово женщина переводится как стри. Стри означает, все время надо расширяться. Женщина не может остановиться. Если на пять минут дали возможность уходить, она будет на десять уходить. Это природа такая, с этим ничего не сделаешь. Поэтому, если она ушла на десять минут, это нормально. Вы на пять разрешили, на десять ушла, это нормально. Но вы ей сказали, вы ей должны сказать. Молодец, что ушла на пять минут раньше. Потому что, если вы скажете, на десять ушла, ничего страшного, она на пятнадцать начнет уходить раньше. Почему? Потому что у женщины есть природное свойство опаздывать. Потому что ее психика должна быть расслаблена. Иначе она не отдыхает. Поэтому женщине всегда нужно позже. Если ей разрешать позже на пятнадцать минут, она может на два часа позже прийти. Все зависит от того, какая женщина. Есть женщина, которая опаздывает на пять минут, а есть, которая на два часа по природе своей. А если смешанный прийти? Мы все время говорим о том, что только женщины прийти. Смешанный тоже хорошо. Как-то в таких коллективах с мужчинами. То есть, им можно позже приходить на тебя раньше? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Надо правила отдельные создавать для мужчин и женщин. Это смелое решение. Не обычное решение, но оно правильное. Потому что, если мужчина ведет себя как женщина, то его надо просто отправлять вообще из коллектива. Если мужчин начинает кукситься, почему женщинам можно руководить раньше? Нельзя. Значит, он не до разу кукет. У меня тогда в коем случае мы говорим, что все мужчины и женщины, все мы коллеги. Это неправильная философия. Значит, в вашем коллективе нет любви, когда вы так говорили. Потому что любовь идет через женщин в коллективе. Если мы коллеги, тогда должны все рожать одинаково. Рожают только женщины. Это значит, что у них есть энергия любви, а у мужчин ее нет. Если вы женщин выделяете в коллективе, женщин это лучшая половина человечества. Если вы выделяете, то женщины становятся теплыми, добрыми, а мужчины расслабленными. Я согласен, но я вам говорю, как лучше. А я понимаю, как лучше, а как в реальности есть? Смотря какая у вас реальность. Вы в коллективе и мужчина, и женщина? Если ваша реальность просто деловые отношения, тогда установите общие правила, и все. Женщины будут психовать в этом коллективе, уставать и уловняться. И коллектив будет в напряжении постоянно находиться. А если будут поблажки две женщины в коллективе, и тогда женщина будет чувствовать себя сильно там, и будут заботиться обо всех, тогда в коллективе создастся теплая атмосфера. Все зависит от того, какую реальность вы хотите в своем коллективе. Какую реальность вы хотите. А есть примеры таких коллективов? У меня такой коллектив, я не знаю еще, какие примеры. Я изучаю древнюю культуру, психологию человека, и применяю это в практике деятельности. Хорошо, вопрос непонятный. И это хорошо. У меня к вам вопрос в связи с этим. Вы можете отменить чувство собственной исключительности у женщины? Или нет? Нет. Вот и все. Вот ответ на вопрос. У мужчины есть чувство собственной исключительности? Мне кажется, у женщины есть. Нет, вы ошибаетесь. У женщины есть, а у мужчины нет. Потому что, смотрите, женщина — это объект поклонения. Почему женщина одевается так красиво? Почему она губы красит? Потому что она объект поклонения. В древней культуре есть такое понятие «божество». Женщина ведет себя как божество, она объект поклонения. Поэтому, когда в кран ходит, божество видит, все кланяются. Женщина психика также настроена. Она имеет ощущение собственной исключительности в плане отношения со мной. Мужчина имеет собственную исключительность в плане своей возможности побеждать и достигать чего-то. Он исключительен своими делами, а женщина исключительно своей личностью. Попытайтесь понять, что если мужчина исключительный своими делами в коллективе, и вы не даете ему поблажек, значит, ваш коллектив тоже развалится. Если у вас есть исключительный человек, который может больше других сделать, он должен иметь исключительные права о существовании в коллективе. Если вы этого не делаете, это признак тупости. Но любая женщина в коллективе является исключительной. И если вы ее не делаете исключительно, если для женщины не прописываете лучшие условия для работы, хотя бы чуть-чуть, то это означает, что они будут все разваливать. Потому что никогда женщина не согласится быть одинаковой с мужчиной. Она может внешне согласиться, но внутри нет. Кто-то не согласен со мной? Женщины требуют больше внимания к себе. Это внимание можно прописать заранее. И этого достаточно, чтобы женщины в коллективе успокоились. Это же очень просто. На 10 минут пораньше женщины могут ходить. Это очень просто. Но в этом случае они чувствуют себя уже сильнее. К ним больше внимания. И они расслаблялись сразу. Ну ладно, это вам пища для размышлений. Я чувствую, это вас напрягло, как будто что-нибудь. Ну вы подумайте об этом. Угу. Продолжение следует...